Всем привет, с вами Бэкс и это канал Apportube и сегодня я сделаю еще один обзор на сундук, только на этот раз сразу, наверное, три сундука обозрю, этот не будем трогать, будем трогать только вот эти три, и то один из них даже не очень похож на сундук, но о нем я расскажу чуть позже, а сначала начнем вот с этого кристального сундука, в котором лежит всего лишь три вещи, и точного объяснения я вам не смогу дать, но, как видите, две мистические и одна анкоманская. Мое предположение, что они предназначены для вплавки всяких вещей, ну, допустим, как в интернашнлскую куру, чтобы, сейчас, сокетинг, чтобы открыть еще одну, один слот для блудстоуна, нужно купить за, сейчас скажу, за сколько, за 32 рубля специальный слот, возможно, они сделаны для этого, точно не знаю. Ну, теперь, что я наверняка знаю, что точно будет, вот, допустим, под названием сундук, на самом деле, как это, ну, не знаю, как это тубус, я не знаю, как даже он называется, для хранения всяких свитков, из него выпадает довольно много свитков, и эти свитки при крафтинге можно получить довольно классные вещи. Вот тут, как видите, легендарное, мистическое, рарное, анкомовское и комоновское. То есть, каждый из них дает довольно разные результаты, и я, скорее всего, открою вскоре мы этот сундук, будем его так называть, сундуком, да. И, надеюсь, не выпадет хотя бы вот это, мистическое, unusual даже, очень довольно престижно будет. Так, ну и, впрочем, как видите, здесь довольно много одинаковых, вот, допустим, 5 свитков анком, 3 рарки, 1 мистический, 1 легендарный и 6 комоновских. Каждый из них, ну, должен давать, по сути, разные, разные вещи, ну, как, не сами вещи, а вид, может быть, там, какой-нибудь будет, стрэнджерский какой-нибудь, нет. Ну, когда открою, я посмотрю. Так, и сундук, который я буду обозревать, я еще даже не знаю, огненный или каменный, каменный или огненный, я что-то, что-то я растерялся, и поэтому открою каменный, все же, правда, не расскажу в следующий раз вместе с тыквенным. Так, этот сундук, если честно, я вижу впервые, поэтому первая вещь, это меч на джигернаута. И, кстати, я так посмотрел, здесь довольно мало оружия по сравнению с другими сундуками, по-моему, тиража 36-го, изумрудного и рубинового. Как вы видите, здесь есть петы, ну и про меч, я что-то с него начал. Меч на джигернаута рарный, ну, посмотрите на него, я даже не знаю, что про него придумать, меч как меч, ничего особенного. Довольно прикольный шарф на ЦМ-ку, мистический шарф на ЦМ-ку, изменяющий прическу и добавляя, ну, шарф. В названии понятно. Третий предмет, это ездовой пэт на Дизраптора. Как видите, похож на динозавра, впрочем, в основном, все динозавры. С железным шлемом на голове в виде молнии, здесь даже что-то выковано. Ну, вот, такой вот прикольный пэт. Вот, четвертая вещь, это волосы на козу. На самом деле волосы какие-то странные. Большой, просто огроменный хвост заплетен, по-моему, рандомно, но, не знаю, по-моему, нормально. И переходим уже к пятой вещи, это меч на Дума. Сделан очень оригинально, с пиктограммой на самом мече в середине. Размер меча тоже хороший по сравнению с прошлым сундуком. Посох на Фуриона, еще один, с какой-то, не знаю, темной, может быть, эссенцией в самом посохе. Единственное, в этом посохе мне нравится только вот этот шар, сам посох особого восторга у меня не вызывает. Переходим ко второй строчке, и здесь, как вы видите, корона, не голова, а просто корона на Лешрака. Конечно, короной трудно назвать, но это, по-моему, вторая вещь на голову Лешего. Если я не ошибаюсь, конечно, может быть, третья даже. Впрочем, вот так они выглядят. Так, и еще один ездовой пэт, на этот раз последний, тоже рарный, но на Амирану. Сделан он довольно классно. Даже не знаю, на что он напоминает. Даже из Варкрафта ничего нельзя сравнить с этим пэтом. Ну, наконец-таки, Валвы сделали, не знаю, что-то свое, оригинальное. Волосы на АВР-ку, а точнее повязка на голову. Впрочем, да, изменяя, в основном из-за повязки, мне кажется, волосы как раз изменены. Ну, а так, в основном, прикольно. И уже четвертая вещь, подходим к концу. Оруженом артретку, рарная. Вообще, оруженом артретку, напоминает, конечно, стандартная. Единственное, приделали к нему такую модификацию самого, не знаю, своего крепления с клинками. Ну, одним словом, прикольно. И последняя вещь, это меч на кун-ку, рарный. Рарный меч на кун-ку. Кстати, довольно уже много. В прошлом был мистический, здесь еще рарный. Как видите, не знаю, как, может быть, он будет изменять что-нибудь. Допустим, тот золотой мистический меч. Там падали такие монетки золотые с клинка. Довольно было прикольно. Не знаю, может быть, это один из простых мечей на кун-ку. Но выглядит он прикольно. Тут ничего не скажешь. И на этом заканчивается обзор новых сундуков в глобальном обновлении Dota 2. Как сказали Велловы. Ну, всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь. Пока.